Как считают многие эксперты и не эксперты, вообще в финале сойдутся лучшее нападение и лучшая защита в текущем сезоне. 3 июня в субботу Ювентус, который пропустил всего 3 мяча и самая результативная команда турнира Реал, сразятся в финале 62-го розырша Кубка или Лиги Чемпионов. Кому как нравится. На счету мадридского Реала 11 выигранных финалов престижного Еврокубка. У туринцев 2. Тоже неплохо. Рекомендую ролик, посвященный премиям и мнениям отдельных игроков, а также тренерам перед этим финалом. Подсказка будет вверху экрана. Лучшие бомбардиры у Ювентуса это Игуаин, забивший 5 голов в 11 матчах. 4 у Дюбалы и Алвиса. У Реала Роналду забил 10 голов в 12 встречах. У Бензимы 5, у Мараты 3. Дани Алвиса дал 4 результативные передачи. У лучшего в Реале у Роналду таких пасов 5. Рассудит команды Феликс Брых из Германии. Реал на пороге символического 500 гола в Лиге Чемпионов. Для этого нужно всего лишь один мяч в Кардифе. Как сказал Рамос, я готов не забить, лишь бы моя команда выиграла. У Ювентуса в этом турнире забито 263 гола. Больше всего Реал забивал Баварии в этом турнире 30 мячей. К этому поединку команды подошли с одинаковым количеством побед и поражений в последних 5 матчах. В активе каждой по 4 победы и по 1 поражению. Реал проиграл в Лиге Чемпионов Атлетика Мадрид в полуфинале 1-2 10 мая. А последняя победа Сливочник датируется с Малагой в чемпионате Испании. Это чемпионская победа, напомню. Ювентус последний раз проигрывал 14 мая в Риме Роме в серии А. А последняя победа Старой Синьоры также во внутреннем чемпионате с Болоней 1-2. В Лиге Чемпионов команда идет без поражений. Об этом мы уже упоминали в прошлом ролике. Между собой клубы встречались 18 раз, по 8 побед у каждой и 2 ничьи зафиксировано. Кто-то должен теперь выйти вперед. По забитым мячам также почти равенство. Ювентус 21 раз забивал Реалу, мадридцы в ответ отвечали 18 раз. В финале последний раз Реал играл в прошлом году, обыграв клуб из своего города Атлетика. А Ювентус в 2015 году уступил Барселоне. Напомню, в далеком 1998 году Реал отпраздновал победу над Ювентусом в финале Лиги Чемпионов. Поединок прошел в Амстердаме. Цвета туринцев тогда защищал нынешний наставник галактика Зенедин Зидан. А вообще, последняя встреча команд прошла в 2015 году. Тогда в Лиге Чемпионов клубы сыграли 1-1. За счет первой победы Ювентус и прошел финал, где уступил каталонцам. В случае победы в основное время коэффициент, который дают букмекеры на Ювентус и Реал почти равный. 2,95 и 2,7. А в случае дополнительного времени или пенальти коэффициент и вовсе равен. 1,9-1,95. Как сказал Хави Эрнандес, шансы 50 на 50. Рекомендую ролик, посвященный также будущему финалу Лиги Чемпионов. Просто кликните. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно. Рекомендую ролик, посвященный ролик, посвященный ролик, посвященный ролик.